Здравствуйте дорогие друзья! Продолжаем нашу недельную главу. Слово Тора обозначает учение и каждый рассказ Торы несет в себе урок, необходимый человеку в повседневной жизни. Вот это мы должны понять. Это не абстрактные рассуждения. Еще в большей степени относится это к рассказу о наших праотцах. Не просто так эта целая книга об этом говорит. Это уникальные знаки, необходимые в жизненном пути абсолютно каждого человека. И вот человеку в первую очередь необходимо определиться. Мы много раз об этом говорили. Тора об этом говорит. Главное, первое, что должен вот так сесть должен человек и определиться. Есть у мира хозяин или нет у мира хозяина. Есть творец или нет творца. Есть наградное наказание или просто так все. Это нельзя быть немножко так, немножко так. Надо это определиться. Великий английский такой ученый Исаак Ньютон, он вообще верующий человек был очень. И однажды к нему пришел в кабинет его коллега, атеист такой, с которым были у него часто споры такие. И вдруг он увидел потрясающую астролябию, которая была у Ньютона. Там из латуни, она вся переливалась. Ну, в общем, красота невероятная. Он полюбовался на это все. Говорит, какая красивая. Он говорит, Ньютон, вы еще ничего не видели. Нажмите вот этот рычажок. Кто-то нажал и механизм пришел в движение. Солнце начало вращаться. Там вот так вот латунные шестеренки, планеты, обороты, спутники. Ну, совершенно потрясающе. Великолепно. Он говорит, кто это сделал? Никто говорит, как нет. Вот так просто один человек высыпал детали и так на стол. И они так сложились. Он говорит, ну, вы что разыгрываете? Я взрослый человек. Скажите, кто это изготовил? Такого быть не может. И вот он говорит, ну, послушай меня. Вы настаиваете, что у этого творения есть автора. И понимаете, что иначе быть не может. А у этого мира, в котором миллиарды, миллиарды всех этих творений, все так, ничего, автора нет, все в порядке. А ведь наш мир намного сложнее, чем вот эта какая-то астролябия. Поэтому не надо быть первооткрывателем там законом всемирного тяготения Ньютоном, чтобы понимать мир и читать его как книгу по-простому. Каждая книга свидетельствует о существовании автора. Мир, в котором мы живем, доказывает, что у него есть автор и творец вообще без сомнений. И надо быть очень упрямым или, я мягко говорю, человеком, чтобы это отрицать. Если мы это примем, что у мира есть хозяин, вот дальше уже надо смотреть, что рассказы, которые мы читаем о Якове, Аврааме, там, это рассказы для каждого из нас. Надо только всмотреться и найти ключ от шифры этой великой тайны. В нашей недельной главе происходит переход от Якова к Израилю. Для чего нам это рассказывается? Нам рассказывается потому, что избегая конфликтов, там, в которой в начале, как было в жизни, такой характер пацифиста Якова, он не мог жить в окружающем мире. Не говоря уже о том, что не мог стать основой для создания народа. Максимум он мог стать хорошим человеком в рамках своей семьи, за закрытой дверью, мог оставаться честным человеком. Но Яковом, в том виде, в котором мы его видим, он не мог быть. Яков завоевывает себе несравненно большее место в мире, когда только что сталкивается с ангелом. Ибо ты боролся с ангелом и победил. И вот он стал Израилем только тогда, когда не уклонился от борьбы, а твердо вступил в эту борьбу. Борьбу с кем? Что такое ангел? Ангел это то, что нам спускают, сверху. Что такое ангел? Это жизненные обстоятельства, с которыми столкнулся он и с которыми сталкиваемся мы. И вот тут важно понять, о чем разговор это. Сказано, что только сталкиваясь, не уклоняясь, а сталкиваясь напрямую с жизнью, с миром, с обстоятельствами, человек получает великую силу назваться уже Израилем, человеком противостоящим миру. И мы укрепляем свое место в этом мире и, главное, исполняем свое предназначение. В том, что происходит с нами, мы тоже с Исавом, вечная война, мы тоже виноваты. Нас подвела приверженность американской мечте. Американская мечта это не наша мечта, это мечта дядюшки Исава. Исав видит мир, как нагромождение небоскребов, мир изобилия, покрытый густой сетью железных авиаций, там, олимпиады, конкурсы. Он видит бифштевт в каждой тарелке, на каждом столе. А философию иудаизма мы видим на каждой столе молитвенник. Руки, руки Исава написано. Он может быть щедрым, великодушным, но когда мы пытаемся проникнуть в его епархию, становиться такими, как Исав, происходит противодействие, и он совершенно все иначе все происходит. Потому что Исав в глубине знает, кто мы такие, и ждет от нас соответствующего поведения. Он понимает хотя бы подсознательно, что Яков это голос, что он представляет мир духа, торы, молитвы. Поэтому каждый современный потомок Якова, когда забредает на территории Исава, получает отпор. Но выход у нас есть, выход есть всегда. Надо помнить выражение мудрецов. Если спасение не пришло, если в любую минуту может еще возникнуть угроза уничтожения, это значит, что мы своими поступками препятствуем конечному избавлению. Мы, каждый из нас, но это значит, что каждый из нас может исправить целый мир, исправить ситуацию. Одна молитва, один урок, и мир уже другой. Брахава Ацлаха.